так окей значит кордата вторая часть назовем это так окей добавлю нашего какой-нибудь энтити типа пользователя соответственно с именем так и давайте добавим что у него по книге пусть будут книги на книга 1 так а наш пользователь с именем книга с именем и свяжем их с отношением один к одному так у нас это пользователи пользователя будет просто book destination book и у книги будет тоже типа июня или owner nation user и инверсию ставим так все довольны так коды генерацию выставляем нам и ноу что еще но наверно наверно пока все так данный бук окей значит генерим все как обычно так я сразу запихну в папку типа модели так и что тут можно сделать тут пока ничего не будем делать суть давайте мы запилим табличку табличку куда будем выводить данные да значит буду пилить прямо здесь наверно что они давайте сделаем сразу ты был контроллер чупарится личное время не будем тратить что и был контроллер окей таблица таблица так что нам понадобится нам понадобятся ячейки задать идентификатор который здесь тоже где то есть вот он я думаю и все остальное он делает за нос отлично значит чем познакомимся познакомимся мы с одной интересной штукой которая называется фич результ контроллер упоминал я про нее по моему на прошлой паре нет не помню но суть такая мы знаем сценарий сценарии создания таблицы да все знают там сделали дату сурс какой-то массивчик и с ним работаем все всем прикольно все работают есть некая проблема она заключается в том что часто бывает нужно обновлять этот массивчик с данными в контексте того что пользователь например может слопнуть удалить или переместить объекты по таблице или добавить новый объект и нам еще нужно это все дело синхронизовать с нашей корр даты получается ну мы такой сценарий рассматриваем что в таблице все лежит из корр даты и apple придумала инструмент который нам очень сильно облегчает в этом жизнь он отлично вписывается вот в эту что называется жизненный вообще цикл всей этой корр даты он отлично в это все вписывается он сделан именно для нее и поэтому это одно из преимуществ корр даты использовать вот эту штуку тоже называется она фич результ контроллер и мы ее попробуем заюзать сейчас ну я буду показывать примеры я прям сюда все понапихаю дальше ну в целом то есть надо понимать что естественно лучше это не делать прям вашем контроллере когда мы говорим про какие-то расширяемые большие приложения так значит первое импортно конечно корр дату потому что нам здесь понадобится и второе делаем на фич резал контроллер значит что это такое сейчас посмотрите нс фич резал где-то фич резал контроллер вот контроллер который менеджит результат корр даты в общем бла 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 у него что это вообще за штука можно туда зайти посмотреть у него интересные всякие методы и так далее примерно суть такая что когда вот сейчас мы будем его инициализировать да во первых это дженерик то есть там все на дженерик построена чтобы у вас типизация была а когда вы работаете над своим вот этим бд-шкой и бд-менеджером в целом хороший кейс сделать все это на дженерике чтобы вас из бд-шки и из бд-шки всегда при любых сценариях возвращались именно типизированные объекты да собственно нам нужно дженерик задать и это наш юзер окей значит собственно давайте прямо здесь сделаем инициализацию фичерзал контроллер вообще сама инициализация фичерзал контроллера она такая довольно долгая в плане времени ее инициализация в контексте вот вообще там до скорости но ну поэтому если вы используете действительно и и например на экране в который еще возвращаетесь то не нужно сделать то есть ну скорее лучше сделать типа какой-то проверку на нил если она нил сделать либо вообще сделать и лейзи и соответственно там всю инциализацию задать это я так просто показываю грязную штуку так а еще она инциализуется фичерзал контракт и вот эти вот все опциональные две опциональные два обязательных параметра нам нужен фичер квест давайте мы в этот раз создадим попроще фичер квест через нашего юзера как вы знаете у него есть метод фичер квест который возвращает нам фичер квест вот и я бы его хотел использовать но свитни говорят что чудо вообще амбициозно ты решил использовать этот метод абсолютно не очевидная ошибка пока не понимаешь что ему чтобы завестись нужно сделать типизацию то есть сделаем нас фичер квест дженерики говорим что вот он такую штуку вернет и теперь все работает так мы ее передаем сюда в фичер квест нужен контекст все то же самое нам нужен контекст так контекст у нас сейчас по крайней мере лежит здесь да простите вы меня я это все дело просто скопипашу и закину наш контроллер чтобы опять же не терять время понятно у вас это все лежит в бд менеджере и так далее так далее так далее так лэйзи где-то не надо все значит нам нужен контекст персистент контейнер теперь у нас есть мы достаем view контекст и эти параметры пока сдаем нил так ну-ка сбился да в чем фишка значит мы инициализируем наш фич контроллер с помощью фич реквеста этот реквест будет отрабатывать каждый раз когда когда в нашем контексте который мы соперили будет какие-либо изменения основная фишка этого фич резал контроллера в том что он не только упрощает нам выборку то есть скор даты быстро все достать количество с помощью фич реквеста того же да там по 15 штук условно с каким-то предикатом сорт дескриптором и так далее но еще и триггерится на любые изменения в контексте вот в этой нити то есть когда вы сохранили объект он стриггерился он отвечает сейчас то есть он становится соответственно за дату source вам не нужно заводить никакие массивы ничего ну когда мы используем вот так вот напрямую тупо и все то есть все там он все он сам себе обновляет и он также может нас уведомить о том что что-то обновилось и ты что-нибудь с этим сделай то есть все сделано гибко если мы удаляем например объект из таблицы он не сам хендлит и таблицу тоже производится удаление а он как бы тебе подает нитификацию что слушай тут короче удалилась по такому-то индекс патту что-нибудь с этим сделай ну мы соответственно там что-нибудь с этим сделаем скажем на таблице что вот у тебя удалился такой-то индекс пат и соответственно у нас появляется такая консистентность то есть у нас начинают UI зависит от данных полностью это клево потому что данные изменились и UI поменялся все клево никаких лишних телодвижений не нужно делать какие-то запросы дальше второе Fetch Result Controller очень умно кэширует все данные на экране и если вы один раз делали какой-то запрос то второй раз ну в этом же жизненном цикле он их достанет из кэша он не будет лезть опять в этот самый BD все это инициализировать аллоцировать нет такого не будет так сейчас секунду дальше что мы с этим делаем единственный момент Fetch Request нужно в него задать какой-то серт-дескриптор давайте мы сделаем для чего это нужно ну чтобы Fetch Result Controller понимал вообще при выведе объектов на таблицу а как они должны располагаться что должно отвечать потому что по сути он их достает из BD как мы знаем BD они не в отсортированном формате лежат в таблице как угодно и вот соответственно он их достал и а как показать вот мы ему говорили как-нибудь нужно минимально задать сорт-дескриптор иначе у вас упадет при использовании фетчер золота так ns сорт-дескриптор значит ну соответственно что мы скажем ну например по имени да name и по возрастанию и по угланию так еще что интересно можно задать и здесь как раз использовать тот самый например Fetch Limit отлично подойдет Fetch Limit например по 15 штук так осталось нам задать Fetch Request Sort Sort Descripters и сюда зададим то есть передали по какому полю будет сортироваться так про инициализировали Fetch Result и теперь мы должны сказать ему perform Fetch execute the Fetch Request то есть по сути он выполняет ваш Fetch Request и в себе кэширует ответ от него чтобы дальше использовать throws но мы давайте будем наглыми и скажем cry сделай дальше с этим методами понятно что мы то есть раньше делали все это от дата-сурса количество секса количество ячеек и сам там заполнение теперь теперь у нас все это заменяет Fetch Result контроллер и мы начинаем через него работать Fetch Result контроллер и у него есть например вот прям sections ну соответственно я могу у него попробовать достать count если нет то ну ну так количество объектов в секции тоже так же делаем заводим ну я пока так что там section 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 info напишу потому что уже есть section окей достаем Fetch Result контроллер опять же те же самые секции и пытаемся из них достать по индексу нашей секции info что она за инфу содержит она содержит некий NSFetch Result section info просто фишка в том что мы у нее можем достать кучу всяких вещей типа имени этой секции когда вы хотите расставлять там что-то просто объекты индексы и наши вот number of objects собственно то что нам нужно тоже можно создать и если там пусто то он окей так дальше дальше я бы хотел в ячейку сейчас вывести в тайтл имя пользователя а в сабтайтл название книги его как бы мы это обычно делали массив по index.pav.row достали один объект и с ними работаем правильно как нам этот теперь делать массива нет есть Fetch Result берем Fetch Result контроллер контроллер и у него вызываем метод object который на секунду так как все там generic на generic на generic возвращает нам сразу юзера то есть не какой-то any и так далее по index.pav то есть видите как он хорошо вот в эту среду интервью в Fetch Result контроллер он прям сделан для таблиц и для коллекции все методы они идеально работают с этой всей схемой закинули достали юзера ну и все дальше уже дело техники text label text user name что там detail да по-моему да detail text label text user ой book name вот угу ладно так пока нормально понятно вроде не особо сложно но такая интересная вещь так вот мы соответственно все сделали чтобы вывести то есть все через Fetch Result никаких каких-то сторонних массивов давайте теперь мы сразу сделаем какую-нибудь кнопочку по которой будем добавлять элементы в таблицу ну что сделаем ну навигейший контроллер фиганем и добавим кнопку наверх так это у нас bar button item что можно даже какой-нибудь поставить а ну вот что тут add а плюсик отлично стиль так подключим куда-нибудь ну куда-нибудь слайд пользователь нового через контекст опять используем да в нашем случае таким грязным образом окей имя имя ну я назову name но хочется чтобы оно было как-то уникальным давайте сделаем число прибавлять это самое простое что можно сделать через рандом так так и где она а вот рандом и он принимает некое получается range значение в котором будет рандомить но мы можем легко задать от 0 до int max например окей и вставим это сюда все рандом вставляем можно наверное даже хотя все оставим так книга нам нужна книга тоже бук контексте ага и у книги тоже зададим имя ну пусть у нее будет какая-нибудь фиксированная так ну и свяжем их скажем юзеру бук бук окей так создали осталось сохранить в этот раз будем использовать тот самый метод у них там реверсивная связь как только одно кому-то сдаешь второе появляется все save контекст да используем стандартный просто метод который был из коробки бла-бла-бла есть изменения сохранили вот так сохраним и что скажем и зарелодим дату то есть просто релодим дату так то есть да все то есть мы взяли сохранили модельку в бд и просто сказали таблица обновиться больше ничего не делали пробуем так таблица где-то вот таблица плюсик нажимаем ага так а может быть я забыл что-то задать секунду а хотя нет не забыл и был контроллер так давайте я поставлю здесь стиль title subtitle так здесь все окей так сохранили контекст и перезагрузили а нет хотя нет feature quest есть странно так ну ладно давайте еще разок попробуем ну они в целом появляются как вы видите да после перезагрузки так так странновато но в целом работает должно было конечно сразу обновиться так попробуем сделать что-нибудь еще что мы сделаем чтобы отлавливать изменения какие-то в фетч результат контроллере у него есть делегат делегат вот такой вот фетч результат контроллер делегат мы хотим стать его делегатом давайте с станем нас фетч 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 зал контроллер делегейт куда-нибудь тоже здесь прижемся вот так у него есть интересные всякие методы но пока мы будем использовать метод так вот этот он собственно триггерится на какие-нибудь изменения тут есть вот то есть называется контроллер дичейндж с таким-то объектом по такому-то индекс паффу с таким-то типом и если что есть новый тоже индекс пафф но новый индекс пафф нужен когда когда мы например ячейки перемещали куда-нибудь у нас есть старый индекс пафф и новый индекс пафф мы там условно по старому индекс паффу удалим объект по-новому добавим или еще типа того то есть так что мы сделаем мы свечки из по типу какие типы есть посмотрим ну вот это основные операции удалить добавить поменять и апдейтить так мы можем отловить insert но правда он здесь не должен скорее всего не сработает так как должен сейчас посмотрим то есть типично код вот он примерно так выглядит вставить какой-нибудь индекс пафф с какой-нибудь анимацией ну это стандартный код по вставлению нового индекс паффа в таблицу ну дефолт давайте пока брейк сделаем так можно на всякий случай сказать что если он не new то это сделаем иначе не будем так и запускаем вот как мы видим нажимаю и добавляется вот соответственно это прикольно уже что дальше ну давайте что еще сделаем давайте теперь удалим да ну вот здесь даже есть закоменченный метод который можно раскоменчить использовать значит метод называется table you commit editing style вот и соответственно предлагаю здесь удалить ну вот тут именно удаление индекс паффа но я уже вам говорил то что нужно удалять сначала дата субсе потом в индекс паффе да но что это для нас значит в частности сейчас мы же не будем удалять то есть фишер контроллера объект мы что не добавляли да до этого вот да кстати вот этот вот если вы добавите кнопочку для добавления прям инсерта то соответственно вот эта штука сработает у вас будет код по сохранению и тогда у вас вот где-то шкод вот эта штука стригерится и будет делать то что то что здесь есть сейчас когда мы делаем reload data у нас она триггерится тоже но индекс пафф должен возвращаться нил там потому что ну согласитесь мы просто взяли сохранили объект сказали таблица обновиться как бы фишерл контроллер понял что в него добавили новый объект но по какому индекс пафф вообще он его добавил он естественно не понял потому что не было никаких там данных не передавались вот так ну давайте попробуем удалить чтобы поймать хотя бы его значит у нас delete это нам пока не нужно что мы здесь будем делать кто мне скажет как как дать понять фишерл контроллеру что мы удалили объект с таблицы и score data тоже ну на самом деле ответ прост наверное просто это самое надо ее просто удалить из кордата вот и все вот и все нас значит у нас мы достаем так делаем да персистент контейнер мы работаем во вью контексте поэтому через него и вызываем метод delete удалить объект какой объект ну собственно тот же самый и вот здесь у нас есть даже код доставания юзера опять какой-то объект который по этому индекс пафу пользователь выбрал для удаления мы все передаем ну и конечно нужно сохранить все это дело чтобы схавал контекст окей так то есть да просто три строчки удалили из контекста то есть грубо говоря если бы это через вас бд менеджер было бы то вы просто вызвали метод удалить и все возвращаемся сюда давайте добавим теперь кейс delete и соответственно вместо insert мы скажем delete rose for index path с какой-нибудь анимацией например middle так поставлю сам бряку чтобы поймать вообще в целом эту ситуацию ну у нас уже тут полно объектов давайте попробуем что-нибудь сделать вот можно свайпать ну можно просто до конца свайпнуть опа вот он вызвался метод ну так да соответственно свайпаю ну или нажимаю и удаляется то есть все никаких багов ничего делать не нужно фетчерзалт контроллер получает уведомление о том что поменялся контекст что там удалился какой-то объект он все сам за вас делает и вуаля у нас все работает то есть мы единственно сказали типа просто что нужно обновиться так пока с фетчерзалт пока на этом все есть вопросы еще какие-то нет вопрос окей что интересного можно сделать и вы этим тоже будете заниматься помимо того что лимит помимо того что лимит можно установить есть такая вещь как погенация знаете ли вы что это значит погенация типа ну пейджинг пейджинг погенация кто как называет основная задача в том чтобы действительно с сервера например у нас на серваке лежит 100 объектов да даже ну нет ну условно на серваке 100 объектов и вы же не хотите пользователю все 100 загрузить в список это просто не целесообразно с точки зрения экономия трафика как минимум очевидно они ему все 100 могут не понадобиться то что не обязательно долистать до конца и тут вступает дело погенация то есть пользователь ну смотри как по интерфейсу но есть классическая версия которую вы можете увидеть в любой социальной сети когда вы скролите и в какой-то момент у вас либо мигает что-нибудь либо если там все красиво сделано у вас просто список и дальше прогружается вот это та самая погенация то есть по условно 25 штук по 15 по 10 вы получаете объекты вот в нашем случае первый этап это фич лимит то есть по 15 штук фичить второй этап использовать фич офсет фич офсет в контексте фич результат контроллера это количество объектов которые нужно пропустить и вот дальше он берет следующие объекты соответственно когда вы будете делать это у себя вы соответственно понимаете что вот вы первый раз запросили там условно 15 объектов какой-нибудь каунт держите ну и дальше соответственно меняете этот фич офсет и соответственно вперед то есть меняете фич офсет и он дальше будет прыгать следующий там условно 15 через 15 он следующие даст вам и так далее то есть ну поработать посмотрите документация есть все в порядке окей так по фич результату пока все то возвращаемся теперь в бд шучку вот у меня есть name и я такой взял и захотел поменять его меняя на фест name first name нажимаю enter ну что я сделаю я сгенерирую да новый объект то есть я сгенерирую свой класс который обновил юзера с новым с обновленным полем name на first name поменял так во первых у меня здесь так где он остался да вот эти два класса можно удалить там все еще старые потому что поле name и book и закину туда мои новые классы так это book first name и book логично что я когда захочу это все дело сбилдить то есть у меня ничего не получится потому что название поле поменялось я беру спокойным образом заменяю вызов на first name и соответственно так да тут что-то он тупит запустим все built exit и я жду что у меня все будет так же но я ловлю крэш я ловлю крэш который говорит что во первых кейпов не поменяли окей то есть так где 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 у нас это сорт дескрипторе да по нейма а тут у нас во первых как решить эту проблему чтобы у нас здесь всегда обновлялась учитывая что юзеры вот эти все они у нас object c у них стоит то есть они доступны компилятору для objective c мы можем использовать такую штуку как kpath чтобы достать текстовое значение поля ну название поля другими словами user и передадим туда вот таким вот образом так ну он должен схавать посмотрим да схава вот оп ничего как минимум не упала данный процесс то есть мы поменяли название поля у моделей которые уже были тоже в бдшке запустили все это дело и у нас не крышнулась у нас не сказала что типа нужно провести миграцию базу данных потому что ты поле то поменял который уже сохранено вообще бдшке почему так произошло почему так произошло дело в том что у кордаты из коробки есть так называемая lightweight migration то есть легковесная миграция она она вот с контейнером она вообще из коробки идет нам ничего делать не нужен контейнер уже так за нас суть в том что когда-то аккордата сама понимает что есть изменения и сама их мигрировать она умеет мигрировать простые какие-то изменения это большинство то что мы используем в повседневной жизни это изменение названий атрибутов это изменение названий связей и изменения их типов то есть там one to many many to many и так далее вы изменяли вам не нужно особо ничего делать кордата сама все это сможет сделать если же мы говорим про какую-то тяжелую миграцию бывают кейсы разные то помимо легковесной миграции есть антипот скажем так тяжеловесная миграция там вы должны создавать свой глаз и соответственно ручками прописывать все по миграции то есть что было что стало как оно должно мерзиться между собой какие поля в какие поля иногда любят использовать эту технологию потому что она позволяет как бы все контролировать руками и вы точно знаете что куда как должно мигрировать в зависимости от версий и еще но там возникает некая проблема потому что версии то может быть много ваши кордаты и тут получается тестировщикам придется тестировать в этом случае не просто переход от условных а там какой-нибудь 3 версии к 5 версии а нужно будет протестировать еще и переходы промежуточные от 2 5 3 5 и так далее то есть по сути у вас получается такая система что количество версий вашей кордаты n-1 сложности вот это все фигни то есть надо быть все это тестировать чтобы быть чтобы убедиться что ничего не упадет это такой тонкий момент надо его помнить когда вы работаете базами данных про миграцию часто забывают и крышите даже большие компании бывают допускают ошибку вот в этом то есть вы выпустили одну версию бд-шки приложение все мы про нее забыли работаем добавили новые модели поменяли поля и так далее вы должны вспомнить про миграцию то что ее нужно протестировать и знаю иначе когда вы выкатите новую версию приложения в store то может случиться ситуация что пользователь устанавливает и у вас либо все идет вообще к чертям то есть кратится приложение как только запускаешь либо могут пойти какие-то вообще нереальные глюки баги был авторизован стал не авторизован пропали данные еще так и в таком духе и пользователь естественно будет писать там отзывы типа чё за фигня все плохо работает писать какие-нибудь эти фидбэк службу поддержки что что-то вообще все пропало у меня нет данных заполняю пропадает то есть обычный пользователь не может догнать сразу что как это фиксится это легко фиксится вы удаляете приложение заново ставите но вы должны рассчитывать что пользователь это не понимает и вы должны все это прочитать вот соответственно мы говорим про миграции вот самая простая вещь это light weight migration работать с коробки и в идеале работа из курдаты вы должны ее придерживаться это значит что все ваши миграции должны быть простыми все изменения должны быть максимально простыми добавили поля удалили поля поменяли окей все хорошо живем дальше как можно версировать все это дело вот у нас есть мы оставляем это на и мы берем нашу вот эту модель выделяем эдитар и можно добавить этот модуль version здесь вы пишете какую-нибудь версию типа в 2 но нормально да так можно представлять в 2 в 3 и так далее это довольно очевидно и теперь у нас excedent модель имеет стрелочку который можно раскрыть и посмотреть что у нас две версии модели они сейчас ничем не отличаются но соответственно мы вот нашему 2 версии берем изменяем название атрибута на first name а теперь нам нужно как бы наши модели основной переключить ее сказать что она будет использовать так ну вот нашим до что этот наш entity то есть ваш наша модель она будет работать с низ какой-то предыдущей версии а мы работаем в целом поддерживаем последнюю то есть вот здесь берем убираем версию версию 2 и там снизу вы тоже увидите у себя там галочка переместилась нам нужную нам версию вот таким образом появляется виксирование она тоже соответственно сам сама спокойно через light weight migration работает старой версии также нужно оставлять чтобы куда-то знала как было вот раньше как сейчас она сама все это мопит конечно вот но и это нужно так окей значит нас тут да ну вот соответственно если у вас здесь новая версия вы ее генерите то есть теперь при генерации когда вы будете генерить мы тоже сгенерили но в целом у вас есть вот собственно тот самый выбор между моделями какая версия вам нужно с какой вы работаете последний или какой-то определенный и так далее здесь в каждой версии модели все может быть по-разному от количества entities до атрибутов так далее это полностью разные версии вашей подошки по сути так ну давайте запустим бук ней не смог почитать видимо а я бук нейм ферст неймом кейсер значит здесь остался юзер с неймом букс неймом здесь у нас стал юзер с ферст неймом и книга с обычным окей ну вот старые объекты бывает что такое случается что они то есть куда-то надо понимать что она не сюда правильно все это дело мигрирует и когда они можно просто берет так как у нас поля опциональная и стирает и вот и соответственно здесь уже разработчики решают что им нужно нужно ли им все это ручной контролировать если нужно то они имеют дело с heavyweight migration и соответственно вручную все пишут мы этого делать не будем так значит удаление видите у нас пустые поля просто удаляются удаляются удаление добавлений так это про миграцию в целом самыми простыми словами дальше что еще интересного есть то что мы затрягивали давайте мы добавим нашему пользователю поля аватар куда сохранить картинку вот вы уже делали домашку вы уже могли сохранить картинку разными способами кто-то сохранял картинку по имени картинки кто-то сохранял картинку например по бинарнику можно до сохранить но если я хочу иметь здесь прям тип прям имидж юай имидж его использовать что мне делать в этом или любой другой тип мы говорим про любую другую трансформацию то есть когда например есть ситуация что вы хотите хранить поле с массивом строк просто так как вы видите здесь в типах нет ну как бы не массивов никаких таких вещей массив строк как бы вы не хотите сделать отдельные инстити чтобы хранить именно отношение один ко многим с этим массивом вы просто хотите массив строк для какой-то своей нужды как что делать в любом случае вы ставите здесь тип трансформа был с ним тоже познакомимся интересный тип так свойства перейдем давай вот что там плохо открывается в общем свойства если перейти то у вас у этого атрибута появляется следующих поля во первых поле трансформер во вторых кастомный класс и название модуля но это все стандартно трансформер и кастомный класс а то что нам интересно во в кастом и классе мы можем задать тот самый класс который должен быть в итоге в типизирован это поле то есть в которой он должен типизирована например можно попробовать задать здесь массив прям скобочки поставить дабл или флот или нашем случае мы хотим его имидж здесь ничего не подсказывается просто написано что это что-то что и нас обжиг в итоге его имидж окей а трансформер что это такое вообще есть сейчас мы все это сгенерим и посмотрим она может и заработать но в консоль может посылаться всякие неприятные сообщения о том что мы что-то не где-то не добили в общем случае это трансформер это класс который отвечает за трансформацию вот это то есть у вас есть некий объект трансформа был и класс который наследник там нас трансформер value он вам позволяет вам там описывать во что ему трансформироваться и из чего куда трансформироваться попробуем это сделать создадим новый файл какого точь класс который называется ns value так трансформер да вот ну как его назовем давайте назовем по сути он же не только с аватаром работает просто с картинками ну и можно назвать имидж трансформер просто штук который имеет взять картинку превратить ее в нужный формат сохранить и из нужного формата в картинку обратно вернуть так вот ns value transformer это класс нас обчик то поэтому нас нам свифт он говорит что он вообще-то был переименован value transformer мы такие ок ок будем вас больше беспокоить что нужно делать нам нужно зауверайдить методы и метод давайте посмотрим ну в общем то это два метода вот этих открытых это трансформированное значение и то есть мы куда во что трансформируем и реверс откуда трансформируем во что в принципе можем и ну а давайте попробуем вызвать чтобы она сама transformed value принимает какой-то опциональный и не возвращать какой-то опциональный и не окей значит мы скажем что у нас во первых имидж вот этот вот в значение его имидж я хочу воспринять иначе ритурнил если внезапно начали закидывать что-то другое дальше как мне что мне вернуть для то есть мне нужно здесь вернуть какой-нибудь тип доступный кордайца чтобы он его сохранил но я соответственно например могу вернуть дату имидж и у него есть такая штук как png дата окей вернули дату и ее здесь и я вернем из чего теперь мы будем ее доставать но собственно понятно что теперь я здесь жду некую дату имидж дата то есть value и нужно вернуть картинку как вернуть картинку так его имидж из даты очень просто у нее есть инфицилизатор прямо из даты все имидж дата и вернули вот теперь у нас есть класс который мы заурядили ему методы говорим ему что делать с этими объектами что остается сделать взять класс и для нашего поля в поле трансформер указать название этого класса опять же ошибетесь все пойдет чертям поэтому аккуратно здесь просто со строками работу так ну целом все осталось нам сгенерить опять нашу модель потому что новое поле появилось давайте сгенерим так только пользователь поменялся юзер в папочку модели пытаемся сгенерить в целом кстати тема работает только вот один файл не докидывает нужный файл экстеншена он заменяет этот можно просто удалять по референсу и все будет порядок так мы сгенерили и во первых мы видим что у нас поле аватар нашего типа юай имидж клево но сейчас попробуем сбил здесь да наш класс почему он так ругается да яйки все очень просто в общем яйки добавляем чтобы видеть его и объекты окей теперь все должно быть порядке да ну что ж давайте теперь что-нибудь с ним сделаем в общем добавляя пользователя нас как появляется поле аватар нашего типа хоть картинку хочется добавить давайте закинем вас это какую-нибудь картинку вот умеет что нибудь с нашего предыдущей пары пусть лопар пусть я и курс повыше так имидж один окей буду его сюда добавлять но я в общем не буду запариваться просто добавлю как прям в поле задал ничего больше не делаю сохранил иду к методу где представляется значение ячейку и у нас есть в ячейки имидж view и прям туда стараясь из юзера достать аватар и все собственно давайте попробуем так ну таблица пустая добавляем вуаля работает 3 добавил выключил запустил 3 есть то есть мы сейчас взяли и довольно простым способом сделали себе возможность сохранять картинки через transformable value вот но она все также работает то есть удаляем все окей вот такая интересная вещь с фич резалтом и трансформа был на этом мы наше интро в курдату закончим 10 на самом деле можно бесконечно там вещи разные смотреть интересные какие-то основы мы разобрали этого достаточно для реализации ваших проектов и текущего понимания глубже я думаю смысл эти нет начали совсем мозги скипят вопросы есть всему этому делу окей